Всем привет, друзья! С вами Владимир Чайкин и сегодня мы с вами поговорим о печках-щепочницах. Давно я хотел снять подробный ролик про щепочницы, так как с этим снаряжением я хожу уже очень давно. Много разных печек перепробовал, поэтому сегодня буду делиться с вами своим опытом. Разберемся, какие щепочницы бывают, для каких условий подходят, для каких не подходят. В общем-то, все моменты обозначим и, возможно, какие-то из них помогут вам выбрать щепочницу для себя или определиться с тем, что это снаряжение вам не нужно. Что же такое печка-щепочница? Это некая металлическая конструкция, которая способна сжигать древесное топливо. Мелкое древесное топливо, такое как ветки, шишки, мусор с лесной подстилки, может быть, небольшие полежки, если это большая щепочница. В общем, всякую такую небольшую ерунду, которая в условиях костра будет нам практически бесполезна, а в условиях печки-щепочницы сможет выдавать достаточно неплохой КПД. Современные печки-щепочницы зачастую делают из нержавеющей стали, чуть реже из титана. Китайцы иногда умудряются делать даже из алюминия, но это уже совсем извращение. Основные два материала это, конечно, титан и нержавейка. Нержавейка будет дешевая и тяжелая, титан будет легкий и дорогой. Сейчас на рынке печек-щепочниц встречаются три основных форм-фактора. Это цилиндрические печки с круглым основанием, прямоугольные печки, вот такие вот, таких вот, разных размеров они бывают, и пирамидальные печки, которые сужаются кверху печки. К сожалению, у меня нет экземпляра, чтобы вам продемонстрировать в качестве образца. Они более редкие, чем цилиндрические и прямоугольные печи. Из всех перечисленных вариантов, наверное, самыми эффективными будут цилиндрические печи за счет особого строения камеры сгорания, они выдают, наверное, самую большую мощность. Но прямоугольные печи тоже имеют свои такие плюсы и приятные особенности. Например, они очень компактно складываются. Такую печку можно сложить до самых миниатюрных размеров, так что вы сможете убрать ее в карман брюк. В отличие от цилиндрических печей, которые зачастую не складываются и занимают чуть больше места в вашем рюкзаке. Щепочницы, конечно, не так популярны, как газовые горелки, но все равно с каждым годом все больше туристов покупает себе этот предмет снаряжения и начинает ходить с ним в походы. Почему же туристам так нравятся щепочницы? Давайте разберем несколько плюсов данной снаряги. Плюс первый. Отсутствуют расходы на топливо. Нам не нужно покупать газ или бензин. Топливо для печек щепочниц мы можем найти у себя под ногами. Это мелкие шишки, ветки, какой-то мусор с лесной подстилки, который, соответственно, является бесплатным. Нам не нужно платить за него деньги. Второй плюс. Мы не несем топливо с собой в рюкзаке. Нам не нужно тащить с собой тяжелые стальные газовые баллоны, бутылки с жидким топливом. Топливо для печек щепочниц мы можем найти у себя прямо под ногами, чем очень сильно облегчаем свой рюкзак. Особенно в длительных походах это является, ну, прям, большим выигрышем по весу. Третий плюс. Ветки, шишки, щепки. Это все возобновляемый ресурс. И данный вид топлива является достаточно экологичным. Еще одним плюсом является то, что щепочницы – это чрезвычайно душевный элемент снаряжения. Еда получается с дымком. От больших щепочниц можно погреть руки. Вообще, такие большие варианты, они практически могут заменить костер. Это как такой костер в миниатюре. Конечно, с бездушным газом щепочницы не сравнятся. Еще одним плюсом является то, что если мы используем печки-щепочницы и идем в поход в местности, где достаточно топлива, где достаточно древесины, мы можем не экономить топливо. Мы можем вскипятить себе сколько угодно чая. Мы можем подогреть себе воду для того, чтобы помыть себе голову. Понятно, что когда мы используем газ, такая роскошь практически, ну, невозможна. Потому что нам просто не хватит газа до конца похода. Ну, или нам придется тащить еще несколько лишних тяжелых газовых баллонов у себя в рюкзаке. И шестой, как мне кажется, самый главный плюс печек-щепочницы, это то, что их часто можно использовать в лесах и нацпарках, где запрещено разведение костра. Это становится прям-таки спасением в подобных условиях. Меня часто спрашивают в комментариях, зачем вообще все эти печки-щепочницы, если всегда можно развести костер. Во-первых, костер можно развести далеко не всегда. Например, в тундре, где растет исключительно какая-нибудь карликовая полярная береза, ну, попробуй разведи из нее костер и приготовь еду там человек на 6-7. Я посмотрю, как это будет гореть. А в печке-щепочнице вы запросто это сможете сделать. Во-вторых, почитайте законодательство своей страны по поводу разведения огня в лесу. Я думаю, что те комментаторы, которые пишут, что они всегда могут развести костер, будут удивлены, осознав то, что они нарушают закон. В-третьих, я все-таки за leave no trace и за то, чтобы туристы после себя не оставляли никаких следов, в том числе и бесполезных выжженных пятен от кострищ. Щепочница после себя следа не оставляет, если делать все правильно. Но, конечно же, у щепочниц есть и свои минусы. Давайте разберемся и с ними. Первый минус. Щепочницы не так эффективны, как, например, газ. На газу у вас вода закипит быстрее, еда приготовится быстрее и газ в плане топлива эффективнее, чем щепки. Второй минус печек-щепочниц, наверное, основной минус, который отпугивает от них большинство туристов. Печки коптят посуду и пачкаются сажей. Если идете с печкой-щепочницей, у вас всегда будут такие черные чумазые руки. Поэтому многие туристы предпочитают ходить на газу, который не оставляет на посуде следов. И, собственно, это гораздо гигиеничнее ходить с газом. Печки, конечно, коптят посуду, пачкают руки, пачкают снаряжение, если вы потом за него схватитесь своими грязными руками. Третий минус. На щепочнице нельзя готовить в тамбуре палатки. Как это можно было бы сделать с газом? Что бывает достаточно печально, особенно если на улице стоит непогода. С газом можно сесть где-нибудь в тамбуре, уютно приготовить себе поесть. А щепочницей придется выбираться куда-нибудь под дождь, искать для нее топливо. Это достаточно неприятно иногда бывает. Четвертый минус. В некоторых странах, нацпарках, охраняемых лесах щепочницы также запрещены, как и костер. И можно ходить исключительно на газу. Пятый минус. Когда вы готовите на щепочнице, вам практически все время нужно находиться рядом с ней и подкидывать в нее дрова. Если вы перестанете подкидывать в щепочницу топливо, соответственно, она перестанет гореть. И еда у вас не приготовится, вода у вас не закипит. В общем, щепочницы требуют постоянного внимания и чтобы вы находились рядом. Но давайте перейдем к тонкостям выбора печек щепочниц. Для начала вам нужно определиться, в какие походы вы собираетесь ходить и в каких условиях вы щепочницу собираетесь эксплуатировать. От этого будет зависеть ее формат. Если вы ходите одиночные длительные походы или длительные походы небольшой группой, я бы вам советовал цилиндрические щепочницы из нержавейки. Или, если вам позволяют финансы, конечно, круче взять из титана. Титан будет легче, ну а в длительных походах каждый грамм имеет значение. Если вы выбираете печку для групповых походов, я бы вам советовал какую-то максимально устойчивую печку, на которую можно будет поставить большой котел. Также нужна печка с большой топкой. Чем больше будет топка у печки, тем реже вам придется подкидывать в нее дрова. Это важно, если вы готовите в большом котле. Если вы путешествуете на лодке или на машине, достаточно интересный вариант это складные печки-щепочницы. Я их называю конструкторы. Они бывают самых разных размеров. Такие вот большие, как мангалы. И вот такие вот маленькие на одного человека. Самые разные бывают. Мне больше всего нравятся такие вот большие, они как мангал. Во-первых, они позволяют не только вам готовить там и кипятить воду, но и, например, пожарить шашлычок на одного, на два человека. Это просто обалденно. То есть вы можете использовать эту печку как мангал. Также эти печки чрезвычайно душевные. Тут живое пламя. Вы пламя видите. Это как такая миниатюра костра. От нее можно погреть руки, в отличие, например, от цилиндрической печки-щепочницы. Здесь, конечно, можно при желании как-то руки погреть, но это будет неудобно. Здесь же все как такой миниатюрный костерчик. В общем, интересный, неплохой кемпинговый вариант для мест, где разводить костры запрещено. Кстати, о кемпинге. Есть и цилиндрические печи для кемпинга. Не нужно думать, что этот формат исключительно для каких-то одиночных походов и небольших групп. Есть действительно огромные цилиндрические печи для кемпинга, которые тоже призваны заменить костер в тех местах, где его разводить нельзя. Еще один вариант. Если печка-щепочница не является вашим основным источником пламени в походе, то есть вы идете в поход, рассчитывая, что вы будете готовить на газу или на жидком топливе, а печку-щепочницу хотите взять как такой аварийный вариант на случай, если газ закончится или не будет желания разводить костер, например, если вы планируете в походе разводить костры и готовить на костре, то есть вариант взять прямоугольную печку-щепочницу или цилиндрическую. Они бывают самые миниатюрные, достаточно компактные. Ну вот такую печку-щепочницу можно засунуть в любой карман, и она не будет там абсолютно мешать. Веса она практически не имеет. Ну, единственное, что, конечно, нужно подбирать такие как бы аварийные печки не из толстой стали, как вот, например, эти, а из какой-нибудь тоненькой нержавейки. Можно из титана, тогда будет вообще легко. И такие щепочницы являются отличным вариантом для различных аварийных ситуаций, когда, например, газ в походе закончился или, например, нет желания разводить костер, хочется что-нибудь быстро приготовить, но, например, валить деревья неохота или недостаточно топлива для того, чтобы развести костер и приготовить на нем еду. Тогда такие вот щепочницы, они складываются очень действительно компактно, весят буквально несколько грамм и являются отличным вариантом аварийного источника пламени. Из нюансов. Цилиндрические печи горят все-таки лучше и эффективнее, чем прямоугольные. Прямоугольные печи требуют все-таки относительно сухих дров. Цилиндрические можно топить даже немножко подмокшими дровами. Особенно, если это турбопечки. И мы переходим к следующему очень интересному классу печек-щепочниц. Печки с турбоподдувом. Что такое турбопечка? Это цилиндрическая щепочница, на которую устанавливается нагнетатель воздуха или, если по-простому, вентилятор. Мы вешаем этот вентилятор, закидываем туда щепки, даем им разгореться, включаем вентилятор и, собственно, наше топливо внутри раздувает. Благодаря особому строению камеры сгорания, тут двухстенная камера с особыми отверстиями и вот этому нагнетателю, мы получаем просто бешеный КПД. Это, наверное, самый эффективный и мощный вариант из щепочниц, которые на данный момент существуют. Сгорает даже то топливо, которое находится в дыме. Благодаря такому полному, практически максимально полному для щепочниц сгоранию топлива, эти щепочницы совсем не прожорливые. То есть нам нужно меньше щепок, меньше палочек, меньше шишек для того, чтобы приготовить себе еды или вскипятить воду. Также эти щепочницы совсем не привередливы к топливу. Сгорает даже сырая древесина. Турбопечки бывают не только цилиндрические, бывают и прямоугольные турбопечки. Прямоугольные более устойчивые, на них можно ставить посуду большого объема, и она не будет шататься. Но все-таки цилиндрические более эффективны и мощны за счет строения камеры сгорания. Если вы меня спросите, в какую печку выбрать без турбоподдува или с турбоподдувом, я бы сказал, конечно, берите с нагнетателем воздуха. Это день и ночь. Это практически два разных элемента снаряжения. Такая вот щепочница никогда не сравнится с турбопечкой. Она будет гореть менее эффективно, будет более привередливая к топливу. Вам нужно будет искать какие-то относительно сухие щепки, тогда как на турбопечке вы сможете готовить практически так же эффективно, как и на газу. У меня вода, литр воды на такой печке закипал за 4 минуты. Ну то есть это действительно очень эффективный элемент снаряжения. Еще одним наворотом в мире печек-щепочниц являются печки с электрогенератором, такие как BioLite. Простые модели могут вырабатывать электричество, которое будет крутить их турбоподдув, турбовентилятор. А более навороченные модели смогут вырабатывать электричество так же и для того, чтобы вы могли от этой печки что-то заряжать, какие-то свои гаджеты, например, телефон или GPS. Получается такая мини-электростанция, которая работает на щепках. Очень неплохая альтернатива солнечным панелям, особенно в походах, где солнышко появляется редко. Таких мест тоже достаточное количество в мире. И, конечно, в зимних походах, когда продолжительность светового дня короткая, солнышко появляется там на несколько часов в день, от солнечной панели особо ничего не зарядишь. Такие печки являются действительно хорошим вариантом для того, чтобы заряжать свою технику. Конечно, они не выдают какого-то сказочного напряжения, но телефон от такой штуки зарядить можно. Также BioLite, может быть, кто-то еще, я просто сталкивался только с ними, выпускает достаточно много различных приблуд для щепочниц, всяких там дополнительных каких-то аксессуаров, например, гриль для печки щепочницы. Я изначально был к нему достаточно скептически настроен, думал, что он работать не будет, однако это оказался действительно неплохой рабочий гриль, и нам удалось даже на нем как-то пожарить бургеры. Я был, короче, впечатлен и удивлен. Я думал, что это все просто маркетинг. Минус таких щепочниц с электрогенератором – это их большой вес и достаточно большая цена. На что еще обратить внимание при выборе печки щепочницы? Хорошо, если у щепочницы есть ножки и она приподнята от земли. Если ножек у щепочницы нет, то придется под нее что-то подстилать, чтобы не выгорала лесная подстилка и не создавалась пожароопасная ситуация. Хорошо, если у щепочницы есть ручки. Тогда щепочницу горячую или просто горячую можно будет перенести в какое-то другое место. Иногда это бывает полезно. Обратите внимание на размер отверстия топки и на то, как оно расположено. Если отверстие маленькое или расположено как-то неудобно, вам сложно будет подкидывать в печку дрова. Также стоит обратить внимание на лапки, на которые устанавливается котелок. Чем они больше, чем они устойчивее, тем большего объема котелок вы сможете использовать с этой печкой-щепочницей. Также обратите внимание на устойчивость печки. Некоторые, особенно цилиндрические печки, делают достаточно высокими. И когда сверху на такую высокую щепочницу ставишь еще полный какой-нибудь большой котелок жидкости, то это все начинает шататься и становится неустойчивым. Хотя некоторые производители решают это за счет таких особых распорок, которые удерживают такую цилиндрическую печку, как, например, это делает Биолайт. Но, в общем-то, всегда можно посмотреть, будет устойчива щепочница или нет. Чем ближе она к земле, чем больше у нее основания, тем лучше будет держаться на такой щепочнице котелок. Что касается меня и моего опыта, я хожу с подобными печками с 2013 года. Начал ходить сразу с турбопечками. И это снаряжение действительно запало мне в душу. И очень много длительных походов мы ходили исключительно на щепках, используя турбопечки. Что я вам хочу сказать. Если вы идете в длительный поход и на протяжении вашего маршрута будет топливо для того, чтобы топить такую печку, это просто отличный вариант, который очень сильно может сэкономить вес вашего рюкзака за счет отсутствия в нем газовых баллонов, жидкого топлива. В общем, это действительно большая экономия в весе. Если вы идете в короткий выход, если вы идете в какой-то непродолжительный походик, то проще взять газ. Вот такое вот мое мнение. Надеюсь, вам было полезно это видео. Надеюсь, я пролил свет на печке-щепочнице и, возможно, помог кому-то определиться с тем, какая подходит ему или вообще не подходит никакая. В общем, ставьте лайк этому ролику, делитесь им со своими друзьями. Будем вместе развивать адекватную туристическую движуху. Не забудьте подписаться на канал. Нажмите на кнопочку подписаться. Я знаю, что многие смотрят нас без подписки. Это вообще никуда не годится. Нажмите также на колокольчик рядом с кнопкой подписаться. Я знаю, что многие также не нажали на него и пропускают интересные ролики. YouTube просто не будет вам присылать оповещения о новых клевых роликах, если вы колокольчик не нажмете. Подписывайтесь также на наш лайв-канал, группу ВКонтакте, страницу на Facebook и Instagram. И, конечно же, ходите в походы, друзья. С вами был Владимир Чайкин. Всем пока!